В мире распространяется птичий грипп. К сожалению, растет число случаев заражения людей. В Чуваше предприняты все необходимые меры по профилактике распространения заболевания. Накануне прошло заседание правительственной чрезвычайной комиссии во главе с министром сельского хозяйства Сергеем Артамоновым. Россия попала под удар опасного вируса H5N8 в конце 2016 года. Источником стали дикие птицы в период весенней миграции на границе с Монголией. В этом году также регистрируются новые случаи заражения в Татарстане, Краснодарском крае, Воронежской, Астраханской, Ростовской, Московской областях. Вовлечение промышленных птицеводских предприятий закрытого типа в эпизоде высокопатогенного гриппа птиц ведет к огромным экономическим потерям, связанным с необходимостью уничтожения всего восприимчивого поголовья и утилизации птицеводских продукций. По последней информации, вспышка гриппа птиц, которая прошла сейчас в Московской области, уже нанесла ущерб. Это порядка 500 миллионов рублей. В Чувашии всерьез озабочены проблемы. Власти делают все возможное, чтобы не повторилась ситуация, как в прошлом летом с африканской чумой свиней. Поголовье свиней во всех категориях хозяйств уменьшилось на 5,6%, в сельхозпредприятиях на 2,1%, в хозяйствах населения почти на 20%, и в фермерских хозяйствах на 37%. По птице, вроде как тоже, наш регион пока считается благополучной, но мы не можем допустить, чтобы эта зараза опять до нас дошла. И все мы знаем, что на сегодняшний день основная доля мяса – это мясо птицы в республике. В Чувашии поголовье птицы во всех категориях хозяйств превышает 4 миллиона голов. Профилактика – главное оружие против птичьего гриппа. На заседании говорили о создании буферной зоны на предприятиях, ограничениях содержания птицы, о том, что во время перелета диких птиц нельзя выпускать домашнюю птицу во двор. Кроме того, желательно избавиться от близостоящих деревьев, на которых скапливаются вороны, воробьи и другие безнадзорные птицы. Необходимо создать запас дезинфицирующих средств, брать профилактические пробы на вирус. Также важно застраховать птицу. 50% затрат на страховку компенсирует государство. И ни в коем случае нельзя скрывать факты заражения птицы. Определить вирус несложно. У заболевших птиц нарушается координация движений, искривляется шея, опухает и чернеет гребень, затрудняется дыхание. Контакт с ними опасен и для человека.